Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на конференции Народного фронта. Знаю, мне сейчас только подробно рассказывали, как шли дискуссии на отдельных площадках и по экономике в целом, по социальной сфере, по здравоохранению, по пенсионной реформе. Знаю, что они были, эти дискуссии, достаточно энергичными, жёсткими, содержательными, предложений много. Я считал очень важным, чтобы мероприятия, подобные сегодняшнему и вчерашнему, прошли именно вот в это время, поскольку, вы знаете, готовится послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию. И очень важно было услышать то, на что вы обращаете внимание, что беспокоит Народный фронт и тех, кто работает на этих площадках, и какие звучат предложения. Собственно, одна из базовых идей Народного фронта заключалась как раз в создании условий для непосредственного участия граждан различных социальных и профессиональных групп в формировании общенациональной повестки дня, чтобы у людей была возможность ставить задачи перед властью, добиваться их исполнения этих задач. Что хотелось бы отметить в начале нашего разговора. Полгода назад на учредительном съезде мы сформировали широкое общественное движение Народный фронт за Россию. Это движение готово брать на себя ответственность за решение самых острых проблем. И, собственно говоря, дискуссии, о которых я упомянул, как раз об этом и говорят. За реализацию нашей общей программы через механизмы прямого народовластия, через участие в жизни страны самих граждан. Я признателен вам, уважаемые друзья и коллеги, что вы без раскачки принялись за эту работу. Такая позиция, безусловно, вызывает положительную реакцию у граждан. Также хотел бы поблагодарить и моих доверенных лиц, которые присутствуют в этом зале. Знаю, что многие из вас участвуют в становлении федеральных и региональных структур Народного фронта. Кто-то просто взаимодействует с движением на отдельных площадках. Главное, это не формальный статус, а главное, чтобы и фронты, и доверенные лица и дальше действовали как одна команда, потому что цели у нас, безусловно, у всех общие. Добавлю, что инициатива участников ОНФ, их требовательность и настойчивость заставляет власть на всех уровнях двигаться, шевелиться, что называется, быстрее и эффективнее функционировать, что называется, быстрее и эффективнее функционировать, не делать вид, а на практике учитывать мнение общества. Чрезвычайно важная вещь. И я вас уверяю, что это чувствуется в так называемых коридорах власти. Это чувствуется. В этом плане показательно, что процесс принятия управленческих, экономических решений стал более открытым. И здесь большую роль сыграло публичное обсуждение многих важных вопросов, которые были инициированы, собственно говоря, Народным фронтом. Отмечу работу наших представителей на площадке Государственной Думы. Депутаты от ОНФ уже добились решения поправок в законодательство, важных для миллионов наших граждан. Причём порой приходилось спорить с ведомствами, я знаю об этом очень хорошо, с коллегами не только из оппозиционных партий, но и из фракции большинства. Если есть убеждённость в своей правоте, нужно, как и до сих пор это происходит, решительно отстаивать свои позиции. В активе ОНФ и ряд резонансных общественных инициатив, в том числе интернет-проект «За честные закупки», который стал не популистским, а реально работающим механизмом общественного контроля в сфере госзакупок и борьбы с коррупцией. Знаю, что вы планируете наладить эффективный общественный контроль и в такой сфере, как ремонт дорог. Чрезвычайно важная вещь. Собственно говоря, инициаторы вот этого движения, они пришли в Народный фронт, когда у них уже был накоплен определённый практический опыт работы по этому направлению. Что хотел бы ещё подчеркнуть. Для такого широкого общественного движения, как ОНФ, не может быть второстепенных проблем. Потому что за каждым, казалось бы, даже частным вопросом, за каждым из этих вопросов жизнь человека, судьба целых регионов. И ситуация в конкретном городе или посёлке, и, конечно, равнодушие здесь абсолютно недопустимо. Поэтому Народный фронт должен и дальше использовать все возможности и инструменты для восстановления справедливости, если она где-то нарушена. Для защиты интересов и прав людей вы должны показывать всему обществу пример настоящего гражданского участия в жизни нашего государства. Уважаемые друзья, уверен, что Народный фронт будет развиваться, и всё больше наших представителей будет активно заявлять о себе не только в общественной деятельности, но и в органах государственной власти. Отмечу, что наша политическая система становится всё более открытой, конкурентной, расширяются возможности для прихода в политику новых, ярких людей, повышается требовательность к самим кандидатам на участие во власти на всех уровнях. Растёт и значение выборов по одномандатным округам. Здесь люди видят, кто честно голосует, кто высказывает свою позицию открыто, кто добивается того, что прокламирует в ходе избирательных кампаний. И надо в непосредственном общении с гражданами доказывать своё право представлять их интересы, надо быть с людьми, жить их интересами. И, безусловно, через институты, через инструменты Народного фронта это можно сделать. Уверен, что все, у кого есть содержательные идеи, кто нацелен на решение проблем посёлков, городов, регионов, да и страны в целом, смогут достойно проявить себя в ходе таких избирательных кампаний. Станут настоящими народными депутатами. Ещё раз призываю вас как можно больше общаться с гражданами, получать так называемую обратную связь о том, как выполняются наши планы, что мешает их реализации, прежде всего, на местах. Именно здесь большое пространство для инициативы самих граждан, для их участия в жизни своих городов и посёлков. И надо эту инициативу развивать и поддерживать. Речь идёт о реализации социальных, добровольческих проектов, других формах гражданского участия. И, конечно, нужно обязательно вовлекать в нашу общую работу талантливых, профессионально подготовленных людей, активистов, зарекомендавших себя на уровне местного самоуправления. Очень важно, чтобы расширялся кадровый потенциал страны, чтобы как можно больше ярких, деятельных людей участвовали в развитии своих территорий и страны в целом, как я уже сказал, в реализации нашей общей программы, которая выражает интересы и надежды большинства граждан нашей страны. Большое вам спасибо за внимание. Мы можем пообсуждать те темы, ради которых собрались, и которые вы вчера, я знаю, уже активно, самым активным образом, с представителями различных уровней власти, прежде всего, с правительством, обсуждали. Спасибо ещё раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...